Здравствуйте! Сегодня наш разговор пойдет о таком замечательном растении, как сурепка обыкновенная или сурепка лекарственная. Это многолетнее травянистое растение, достигающее высоту до 80 сантиметров. Вот посмотрите, пожалуйста, как здесь ее много, можно внимательно и подробно ее рассмотреть. Цветет она в мае, начинает цвести в мае месяце, образует замечательное соцветие желтого цвета. Вот посмотрите, пожалуйста, собраны у них такие большие листья, растет сурепка повсеместно. В принципе, эта растение относится к растениям-космополитам, то есть это значит, что растет она практически на всех континентах и распространена по всей территории. Ребят его можно в лесах, полях, с возможных прелестах, по берегам, где достаточно много ее будет растать. Вы можете видеть, что как раз мы сейчас находимся у реки и ее здесь очень-очень много. Также мы можем ее встретить в своих привязательных участках, в сурные места, также изгибленные из этого растения. Хочется отметить, что это замечательный медонос. Также в компетензерской промышленности также используется масло сурепки из ратумина и с ее плотой. После цветения плотно образуются стручки и, собственно говоря, плотные из замечательного растения. Также народная медицина очень уважает это растение и благодаря ее интересному сферическому составу это растение помогает нам бороться с синдромом хронической усталости. То есть, если на 2 метра перенапреживания, у нас без какой-то всевозможные проблемы и так далее. То есть, самый замечательный способ избавить от всевозможных расстройств, гипнозов, проблем в работе с нервной системой, гипровитаминозой, в частности, витамина С. Это лучше выйти на природу и даже просто минут 15-20 посидеть вот в таком замечательном месте, где множество сурепки произрастает. Или же просто, если вы можете выбраться подальше куда-то даже, на полянку, в лес, просто даже полежать и насладиться ароматом, запахом не такой специфический, медовый и, собственно говоря, подышать этим ароматом и воздухом. Также сурепка помогает нам бороться с, как я уже отметила, с всевозможными неврастеническими нарушениями, эпилепсия, также может быть, может лечиться сурепкой и настоемой. Также мы можем использовать гипнозмечательные лекарственные растения в борьбе с циркной, водянкой, при инсультах. И также мужчина может помочь, эта травка, при снижении половой активности. Как я вам рассказала, в первую очередь, травку мы готовим наступить, об этом я, как его готовить, я расскажу обязательно. Заготавливаем мы надземную часть, конечно же, это лучше всего делать в момент горного цветения, это где-то как раз конец мая, лучше всего, когда растение войдет в полную силу, начало июня. Мы заготавливаем всю надземную часть, потому что цветы не являются, как, собственно говоря, листочки, цветки, стебель и даже плоды сурепки. Сушим, конечно же, в прохладном темном помещении обычным образом. Можно использовать, конечно же, сушилки, но не более 50 градусов, температуру мы настраиваем в нашей сушилке. Готовое сырье складываем в либо стеклянную емкость, либо в бумажные пакеты, храним не более года. То есть, если вы знаете это растение, используете ее, собственно говоря, в лечении, или просто пьете чай из сурепки, то знаете, что хранится она не более года. Я думаю, что пока мы это все, сейчас мы с вами идем подготовить настой из сурепки. Итак, мы с вами готовим настой из травы сурепки. Для приготовления настой мы можем использовать как высушенную траву, так и свежую. То есть, в этом нет никаких особых затей. Итак, мы берем обычный заварничек. Для приготовления настоя нам потребуется 1 столовая ложка измельченной травы сурепки. То есть, вот вы видите, трава свежая, я ее только измельчила. Конечно, собираясь, как всем известно, мы ее собираем в экологически чистом месте. Что хочется отметить, что здесь, как цветы, стебель, листья, все идет в ход. Итак, мы помещаем 1 столовую ложку травы в заварничек. Заливаем 1 стакан кипятка. И все это у нас настаивается около 4 часов. Мы это помещаем. Можно укутать. То есть, около 4 часов все это настаивается. Затем мы наш настой процеживаем в какую-либо другую емкость, в стакан, во что хотите. Добавляем еще около четверти стаканов воды. Можно более теплой, можно просто охлажденной кипяченой воды. И пьем по четверти стакана 3-4 раза в день перед едой. Где-то за 15-20 минут перед едой. Вот. То есть, данный настой помогает нам при лечении всевозможных заболеваний, вышеперечисленных, от которых я и называла, оказывает тонизирующее действие на организм. И, в принципе, что хочется сказать. Сурепка – это съедобное растение. Мы можем его использовать даже в салатах. Ранней весной, когда появляются первые листочки сурепки, можно также добавлять их в салат. Приятный достаточно вкус, поскольку сурепка относится к семейству крестовидов. Соцветных или капустных. То есть, у нее немножечко слегка горековатый и такой горчичный вкус. Очень вкусно. То есть, кто это любит, я думаю, что с удовольствием может добавлять ее в салат и кушать. Очень витаминная зелень. Ну, а на этом все. До скорых встреч. Будьте здоровы!